Всем привет! Сегодня я снимаю видео о коллагеновой маске из семян морских водорослей. Есть у меня мелкие семена, вот такие совсем мелкие, и вот крупные-крупные семена. Это и те, и те коллагеновые водоросли ламинарии. Они один из лучших источников белка коллагеновых волокон. В этом видео я расскажу немножечко о самой маске, о том, какие есть отличия в этих семенах. И, в частности, хочу затронуть применение маски, так как в этом виде она еще не готова к применению. Ее нужно приготовить. Расскажу свой личный опыт, как бы, надеюсь, вам будет это полезно. С самой маской познакомилась в Таиланде. Это долгая история. Привезла ее сюда, домой. И начала пробовать применять. Скажу, что она мне очень-очень нравится. Это действительно стильная маска. Что хорошо, она подходит для всех типов кожи. И также для всех возрастных категорий. И для молодой кожи, и уже для более зрелой кожи, где нужна и подтяжка, и, как бы, лифтинг, лифтинг-эффект, омоложение лица. С этим она действительно справляется. И, вот, она очень хорошая. Она, здесь коллаген, состав его похож на коллаген наш. Из-за этого она очень хорошо работает. Она и питает кожу, так как там микроэлементы все вот эти есть. И также она будет снимать отеки, если кто страдает отеками. Ну, это, в общем, я так затронула эту тему. Дальше скажу, что, вот, отличия вот от этих семян нет. То есть, и те, и те семена действительно хорошо работают. Просто, вот, как-то сразу мне показалось, что крупные семена, вот, лучше. И я их применяла, делала. Потом, как-то взяла мелкие семена, вот, пару раз делала. Я действительно увидела тоже. Они тоже классно-классно работают. Далее хочу затронуть применение, потому что здесь есть нюансы. Первое, это температура, ну, какую водичку вы добавляете. Температуру рекомендую брать где-то 60 градусов и не меньше. Потому что, если вы возьмете температуру меньше, то пока вы вот размешаете масочку, она остынет еще немножко, и вам будет, как бы, не так приятно ее наносить на лицо, так как она уже будет прохладненькая. Вот, лучше она будет тепленькая. Вот, вам будет и приятно, и это будет лучше. Так, далее, вот, еще хочу сказать, что маска хороша тем, что вы можете наносить ее как на все лицо, так и отсыпать себе немножечко и сделать просто масочку под глаза. Вот, кто, у кого есть такие проблемы, там, то без проблем вы делаете масочку под глаза. Так, что еще, что еще? Масочку нужно очень хорошо разглаживать по лесу, то есть вы очень-очень хорошо разглаживаете сами семена. И не бойтесь, да, она немножко вот выглядит так интересно, но зато эффект, эффект просто супер, просто обалденный. Что еще заметила я? По рекомендациям говорится, что ее можно разводить как с водой, с молоком, соком, фрешем, также добавлять яичный белок, мед, различные эфирные масла. Ну, пробовала я вот делать с молоком, что еще, да, еще с каким-то соком, помню, было, но с водой мне больше всего нравится. Вот, как бы мне с водой нормально. Что еще хочу сказать? Да, масочку я всегда делаю и держу ее на лице примерно час. Вот. Если делать ее на минут 20, будет эффект, но не такой сильный. Таким образом, ну, вам лучше подержать ее на лице минут 50, а то и час. За это время вот эта кашица, она очень хорошо как бы пристает к коже и совсем никуда не сползает. Если вы хорошо, в принципе, ее растянули, она держится, вы спокойно там что-то делаете и без проблем ничего вас, ничего вас не беспокоит. Вот. Таким образом. И еще рекомендация, вот такой секрет, что я заметила, кашицу лучше делать, чуть-чуть больше водички нужно добавить, чем вам вот кажется. Вот. Это моя такая интересная рекомендация. Все-таки, если вы сделаете кашицу, очень она будет густая, то по истечению часа образуется такая пленка, которую вам будет немного некомфортно снять. Даже может, если у кого чувствительная кожа, то вам будет больновато ее снять. Вот так. и еще ее я не потом не умываюсь. Ну вот вы заметите, после маски ваша кожа просто начинает сиять. Вам не захочется вот прятать этот румянец, эту свежесть какой-то пудрой, каким-то тональным кремом, потому что кожа приобретет румянец приятный. Ну, это мои наблюдения. Я буду рада, если вы напишете свои заметочки и наблюдения. Может, чем-то у вас тоже есть чем поделиться со мной. Так что не волнуйтесь, а волнуйте мужчин. Всего вам хорошего. До свидания.